От чистого сердца. Не так давно в Гомеле открылся кризисный центр белорусского общества Красного Креста. Он уникальный в своем роде даже в масштабах Беларуси. Организаторы рассказывают, здесь всегда окажут помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. И поясняют, надо понимать, центр или, как его еще называют, теплый дом, не ночлежка. Здесь дают возможность перезагрузить проблемную ситуацию. Начать сначала, найти работу, восстановить документы. О кризисном центре и людях с большим сердцем интервью с председателем областной организации Белорусского Красного Креста Аллой Смоляк. В конце декабря 2018 в Гомеле появился уникальный, а даже в масштабах страны, кризисный центр для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. В самом начале, буквально коротко, чтобы было понятно. Другими словами, это временный приют? Своего рода временный приют для тех людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Это люди, которые оказались, может быть, на улице, которые потерпели, значит, в результате пожара лишились жилья. Это люди, которые не получили статус беженца у нас в стране, значит, и те, которые ждут добровольное возвращение домой. Это женщины, которые задерживаются на границе с детьми, с маленькими. Они не могут размещаться в ВВСе, поэтому они могут у нас разместиться. Это женщины, которые пострадали от домашнего насилия. Это и люди без определенного места жительства? В первую очередь. Приют создавался именно для этого. Кризисный центр – это своего рода дом, где они смогут социализироваться и вернуться к нормальной жизни. Во всяком случае, мы на это рассчитываем. Главное – социализация не только приют ради приюта. Если откровенно, как чувствуете, все ли действительно хотят меняться, хотят искать работу, меняться сами и менять свою жизнь? Ну, вы знаете, когда встречаешь человека на улице и предлагаешь ему помощь, не все хотят эту помощь получать. Ну, первое то, что люди спрашивают, какие условия пребывания на территории кризисного центра. Безусловно, он должен быть трезвый. Безусловно, он должен отказаться, если это ранее употреблял наркотики, он должен отказаться от наркотиков. Он должен пройти флюорографическое исследование и получить справку о том, что он не болен туберкулезом. Он должен получить справку о том, что он не является носителем различных кожных заболеваний. Дальше пройти санобработку и поменять свою одежду грязную на чистую для того, чтобы он мог прийти уже в чистой одежде. Он проходит санобработку. Ну, и самое главное – желание человека вернуться к нормальной жизни, устроиться на работу, получить какое-то жилье. Это, конечно, самое главное, чтобы он этого захотел. Безусловно, мы помогаем. Мы сотрудничаем с различными инстанциями, начиная от милиции, заканчивая, значит, и врачами. Это комиссия по трудоустройству. И социальные службы, которые восстанавливают документы. Это и УГИМ, наш Управление гражданства по миграции, которое, если люди без паспорта, некоторые люди даже есть из Советского Союза, которые не поменяли паспорт. И, конечно, это может продлиться более месяца его пребывания в кризисном центре. Пока кризисный центр работает вот уже второй месяц, у нас пять постояльцев, и у каждого своя судьба. Каждый имеет право на второй шанс. Вы в этом убеждены, и с этим девизом работаете и живете. Чем могут гомельчане помочь в этом добром деле? Ну, я бы ко всем обратилась. Нам нужна всякая помощь. Вы знаете, для того, чтобы социализировался один человек в общество, по подсчетам нашим, вот за месяц мы тратим, это где-то порядка 120 рублей. Это минимальное. Это минимальное, это даже без еды. Не хватает нам, конечно, на то, чтобы закупать постоянно продукты, чтобы кормить этих людей. Дальше вы знаете, что холодная погода, и хоть у нас установлены 22 контейнера по области, но в основном это женская, детская одежда, мы можем передавать. Мужской одежды мало, поэтому мы вот нуждаемся еще и в мужской одежде. И, безусловно, только членских взносов недостаточно на те нужды, которые сейчас возникли уже в процессе жизни этого центра и постояльца в этом центре. Два человека, прожив уже месяц, уже трудоустроились. То есть это уже результат. И они смогут себя уже прокормить и вернуться полноценно к этой жизни. Дальнейшее, это 10 человек, во-первых, там одномоментно может пребывать. И каждый человек, каждым днем, он несет какие-то определенные расходы. Поэтому я обращаюсь ко всем, всем миром собрать, кто что может, и приносить. Свердлова 21, наши двери открыты, и мы рады любой помощи. Алла Викторовна, спасибо за интервью и за то дело, которое для вас и ваших коллег стало делом жизни. Спасибо вам, Александр.